Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том, какие стратегии стоит придерживаться для того, чтобы создавать, сохранять, приумножать капитал в эти непростые времена. Сегодня наше видео будет посвящено вопросу, больше касающимся первой части того, что мы делаем на канале, это развитие инвесторского мышления. Тема сегодняшнего видео, как добиваться всего жизни, что на это влияет, причем больше влияет неосознанно, какие мы проживаем сценарии, какие у нас могут быть жизненные стратегии. Их существует всего лишь три. Досмотрите обязательно данное видео до конца, чтобы вы понимали, по какой стратегии жизни идет каждый из слушателей данного видео, в чем это проявляется, какие существуют признаки и что со всем с этим делать. Первое, что хочется сказать, что у нас существует так называемая жизненная стратегия. Жизненная стратегия, она определяется тем, как человек идет по жизни. И существует всего лишь три жизненные стратегии. Первая называется победитель, Вторая называется побежденный. Третья называется непобедитель или по-другому банальный сценарий. Что это значит? Это значит, что каждый из нас в том, каких результатов он достигает. И самое главное даже не каких результатов достигает, а как он достигает этих результатов. Как он себя чувствует на пути к поставленной цели. Может отнести к себе или к победителю, или к побежденному, или к банальному сценарию. То есть непобедителю. Чем это характеризуется? Победитель это тот, кто достигает поставленной перед собой цели, причем под победой, в кавычках под победой, понимается также то, что поставленная цель дается легко, свободно и счастливо. Второй побежденный или жертва, то есть может вы тоже среди своего окружения можете посмотреть, такие люди, которые с одной стороны достигают результата, они могут жить хорошей жизнью, они могут иметь достаток, но они постоянно жалуются. Вот у меня есть однокурсник, я стараюсь встречаться с однокурсниками раз в год, да, летом, и приезжаешь, человек на самом деле очень успешно живет. Собственный дом, хорошая богатая семья, машина, бизнес, да, он там делает что-то, предпринимает, конечно же, жена хочет, чтобы и дети хотят, чтобы больше времени с ними проводил, но при этом, если посмотреть место, где он живет, он живет в этой местности, да, в одном из самых лучших мест. Он имеет доход в 10 раз больше, чем средний доход на этой территории. Он свободен в принятии решения, он, в принципе, сам может выбрать, когда ему ехать в отпуск или не ехать в отпуск, да, то есть вот с позиции того, что он имеет, он победитель. Но при этом он постоянно жалуется. Это не то, это не все, здесь у меня проблемы, тут у меня проблемы. И то есть ты такой со стороны смотришь, вот, ну, я приезжаю, я смотрю, все хорошо, да, и у меня некая системная ошибка в голове. Ну, слушай, мы, ну, ты реально хорошо живешь, что ты жалуешься. Ну, это просто сценарий, да, то есть это жизненная стратегия, по которой человек идет, он просто этого не осознает, и поэтому получается, что, еще раз, это не вопрос достижения цели, это не вопрос получения успеха, потому что, может быть, хорошие, выдающиеся результаты, но путь к этим результатам, он всегда сопровождается какими-то траблами. И человек всегда чувствует себя каким-то непобежденным, он не получает удовлетворения от того, что он непосредственно делает. И третий сценарий – это банальный сценарий, то есть представлять с тобой некую золотую середину между первыми двумя, то есть день от дня терпеливый человек несет свою собственную ношу, немного при этом выигрывая, немного проигрывая, такой человек никогда не рискует, поэтому такой сценарий часто называют банальным. Просто банальная жизнь, да, тоже много примеров есть, много примеров, особенно я вот наблюдаю в последнее время, опять же, примеры собственной жизни. Что я общаюсь со своими бывшими коллегами, с которыми мы вместе начинали работать в тройке диалога, которые были моими руководителями в свое время. Сейчас они занимают достаточно высокие позиции, но при этом они банально живут. Они говорят, что некой белой завистью завидуем. То, что ты делаешь. Если еще 5-7 лет назад крутили у виска какой-то фигней, то сейчас мы понимаем, что есть свобода, что есть большая семья, свобода передвижения, свобода выбора места жительства. Но при этом выйти из зоны комфорта, потерять фиксированную зарплату в районе 1 миллиона рублей в месяц не хочется. Страшно. И выйти из этой зоны комфорта не выходит. Да, где-то они побеждают, получают бонусы, выезжают, выбираются, имеют какую-то определенную свободу, но жизнь она банальная. Предопределена, все равно будут жаловаться, что выставляют планы, контролируют, приходят новые команды, новые менеджеры, новая метла по-новому метет. И вот это некий такой симбиоз, некая банальная жизнь. Чтобы еще было такое понимание, от чего непосредственно это зависит, от центральной нервной системы в том числе человека, это зависит и в качестве примера. Вот хочется привести. Два человека, два ребенка, мальчики. Ходили в один садик, ходили в одну школу, вместе поступили в один институт, дружат в принципе с собой. Закончили этот институт медицинский, поступили в одну и ту же больницу. И через 15 лет один стал заведующим лор-отделением, другой стал заведующим кардиологией. То есть они друг с другом не конкурируют. В плане достижения результата, который они получили, он одинаковый. В плане материального дохода. Но один постоянно жалуется, что все плохие, все мудаки. Персонал бестолковый, клиенты навязчивые, постоянно говорят мне, что и как мне делать. Сами себе ставят диагнозы, просят, чтобы это подтвердили. Вообще видеть этого не могу, не хочу. Ковыряться в этих гнойных ушах носу не хочется. Вырезать гланды не хочется. Бесит вообще невозможно. Но при этом он занимает хорошую позицию, получает за это достойную зарплату. Другой человек тоже, имея все это, он идет легко. Ему это нравится. Ему нравятся даже эти клиенты. Ему нравятся пациенты. Ему нравится команда, в которой он работает. Ему нравится главврач больницы, с которым он работает. И он, соответственно, этот путь проходит легко. И то есть вопрос, еще раз, очень важный понимать. То, что я хочу сказать, и не поставить кому-либо диагноз, и если где-то вы рассчитали, что я говорю про вас, как про побежденного, может быть, жертву. Речь в том, как вы идете этот путь. Тяжело вы идете или легко. В качестве примера хочется привести высказывание Роберта Киосаки, которое он написал в книжке «Богатый бедный папа». То есть его богатый папа говорил, твой бедный папа играет, чтобы не проиграть. Твой богатый папа, то есть я, играю, чтобы выиграть. И это очень важная связь. Вы играете, чтобы выиграть, или вы играете, чтобы не проиграть. Потому что даже если мы говорим о какой-либо спортивной командной игре, можно играть, чтобы не проиграть. Знаете, это вот история из разряда «Ребята, играем на удержание счета», или «Играем, чтобы нам не забили». Играем от обороны. То есть мы выстраиваем оборону, не дергайся, не вылезай, плотная оборона, никуда вперед не идем, никаких рисков не принимаем. Самое главное, чтобы у нас количество мячей, которые забиты в наши ворота, было меньше, желательно вообще не забито. Потому что все равно будут на нас атаковать, все равно где-то они провалятся в своей атаке. И на контратаке мы, соответственно, сыграем, выиграем. Вторая история, наоборот, мы играем, чтобы выиграть. И это риски. Это даже когда полузащитники и защитники идут в линию нападения, то есть сильно выдвигаются. Это риск того, что твоя оборона будет быстро разорвана, и ты получишь гол в ворота. И самое главное, когда ты играешь, чтобы выиграть, ты понимаешь, что ты несешь риск, ты понимаешь, что тебе могут на контратаке поймать и забить мяч в ворота. Но твоя стратегия заключается в том, чтобы количество голов, которые забил ты, было больше, чем количество голов, которые забили тебе. Это очень важная история. И почему я сегодня сейчас об этом говорю, говорю о том, как достигать. Потому что вот эти вот жизненные стратегии, они определяются определенными сценариями поведения. Про эти сценарии поведения можно почитать книжка «12 детских запретов». То есть откуда это берется, как это проявляется. Вы можете прочитать книгу. Первый вариант. Второй. У нас был открытый съезд инвесторов. Прошел недавно. Трехчасовая лекция, которая читается в том числе в бизнес-школе Сколково. Именно с сценариями. То есть какие сценарии от наших родителей мы считываем, которые определяют нашу жизненную стратегию, по которой мы идем. Почему кто-то становится победителем. Почему кто-то становится побежденным. Почему кто-то выбирает для себя банальный сценарий поведения. И в итоге живет такую неинтересную жизнь. Делает то, что делает. Идет туда, куда ведут. И в принципе не рассматривает для себя варианты выбора каких-то других альтернатив. Другие ищут только не проиграть. Не рискуй. Не лезь. Я тоже помню эту историю, когда я приходил, уже начал зарабатывать в тройке диалог. Когда мы просто приходили. Я с женой приезжали. Меня бабушка всегда вызывала и говорила. Максим, я хочу с тобой серьезно поговорить. Я говорю, о чем? Неправильно ты живешь. Ну вот неправильно ты живешь. Ты постоянно какие-то траты у тебя. Ты на какие-то поездки ездишь. Какую-то праздную жизнь ведешь. Неправильно ты. Вот Олечка, то есть моя сестра. Вот она живет правильно. Да, работают. Да, звезд с неба не хватает. Имеет стабильную зарплату. Купила квартиру в ипотеку. Да, у них свое жилье есть. И соответственно я сейчас на уровне своих знаний, интеллектуального капитала, понимаю, что у человека был банальный сценарий. То есть и ей было в этом сценарии хорошо. И самое главное, она меня в этот же сценарий тянула. Но при этом, опять-таки, в моей жизни был богатый папа, который больше повлиял на мою жизнь. Я, кстати, рассказываю эту историю. Если вам интересно, тоже можно записи съезда купить. Я рассказываю этот человек, общаясь с которым, я поменял свой сценарий поведения, жизненную стратегию на победителя. Когда у меня за 5 лет мой активный доход с 2000 рублей увеличился до 200 тысяч рублей. То есть я, соответственно, рассказываю, что это за человек, как он появился в моей жизни, какие действия совершал. И самое главное, какой вопрос я задал и какие проблемы этого человека, который на уровне интеллекта, на уровне доходов, на уровне активов, которыми он владел, был значительно выше меня. То есть какими мне качествами необходимо было обладать, какую ценность мне нужно было взамен давать, чтобы он стал для меня наставником. Поэтому, если интересно, ссылочка будет под данным видео. Проходите, покупайте. То есть что вы получите таким образом? Трехчасовой мастер-класс по поводу жизненных сценарий, как они формируются, по поводу 12 детских запретов. И самое главное, каким образом и почему мы попадаем в стресс и этот стресс преодолевать в настоящий момент. И второе, соответственно, я говорю про собственный человеческий капитал, каким образом выстраивать коммуникацию с людьми, какие вопросы нужно задать самому себе. Как выйти на топовых людей-наставников, которые с удовольствием возьмут вас в наставничество и выведут на новый уровень. То есть будете смотреть на мир шире. Самое главное, осознайте, какой сценарий проживаете в настоящий момент. Какие запреты от ваших родных и близких, самых близких людей, это родители в первую очередь. Какие сценарии проживаете самостоятельно, которые, знаете, такая история, которая длится от бабушки к родителям, от родителям к вам. И вы, самое главное, в определенный момент понимаете, что на самом деле даже этот какой-то сценарий вы начинаете передавать своим детям. Вот есть такие вещи, да, сценарные, которые вот они находятся на уровне подсознания. У меня же сегодня на этом все. Если понравилось видео, обязательно оставляйте комментарий под ним. В меньшей степени, конечно же, это касается вопросов обращения с инвестициями. Больше касается интеллектуального и человеческого капитала. Давайте об этом будем говорить и дальше. Если понравился формат видео, вам интересно на такие темы получать информацию, обязательно прокомментируйте, что для вас это ценно и важно, чтобы дальше у нас был импус создавать такие видео. У меня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи. Пока-пока.